Вода на вес золота. Для жителей села Кудеиха Порецкого района она действительно становится настоящим богатством. Воду не удается добыть даже из уличных колонок. Единственная надежда на колодцы. Правда, в поселении их почти не осталось. О проблеме в муниципалитете знают все, но решать ее не торопятся. Сколько еще людям ждать этого блага цивилизации, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Каждое утро пенсионерки Екатерины Пряничкиной начинается с силовых упражнений. Правда, такая зарядка ей не приносит никакого удовольствия. Вместо гирь в руках полные ведра с водой. С увесистым грузом приходится преодолевать более 100 метров. Это расстояние от дома до колодца. Чтобы полить огороды, она преодолевает его по несколько раз в день. Милый, сейчас плевать. Я уж сейчас, мне воды, снаренька, мне хватит два ведра, я уж не стираю. Дочь, чувак, саржи, вот и стирку у вас, у меня все. Я уж и не стираю ничего. Вот, только сварить, умыться. Вот, за хорошей водой хожу, вот, чай поставить, сварить. А уж ноги мыть, посуду, вот отсюда таскаю. В таком-то возрасте, наверное, сложно, вот так, каждый день. У меня уж 83 года, вот 10-го будет. Да, вот так, вот так. Вот, замучилась из воды. Вот я живу. Но пить такую воду в селе не решается никто. Годится она только для полива огородов. Вода в колодцах ушла на приличную глубину, но 15 колец вниз и выше она не поднимается. Из недр земли удается добыть только вот такую воду с зеленоватым оттенком. Такая вода для питья не годится. Колонки на улицах села словно памятники. Без дела они стоят все лето. Ко многим домам подведен водопровод, но толку от этого нет никакого. Некоторым приходится покупать воду в магазинах. Кто-то ездит за ней в соседние деревни. Поливать-то много надо. Вот засуху стоял. А не хватает? Это минимум 100 литров надо. С малой дозой только по монетчику. Надо помыться, надо сварить, надо посуду помыть. Надо огород капусты, помидоры. Что больше? А без этого как? Без воды в селе остается и детский сад. Доходит до крайностей. Чтобы приготовить ребятам пищу, воспитателям приходится выпрашивать бутылки с водой у родителей. У нас там нет воды. Нет воды? Так. И как вы носите с собой воду? В бутылках. Больших? Да. Покажи по тех. Какую? Вот такие в бутылках. И пьете ее там, да? Нет. Нет? Луки моем. Каждое лето без воды в Кудейхе остаются те улицы, которые расположены на возвышенности. Чтобы пустить ее по трубам необходимы новые насосы. Когда люди начинают поливать огороды, вода расходуется в больших количествах. Оборудование водонапорной башни уже давно требует замены. Не хватает селу и скважин. Пока пробурены три, но одна из них недавно засолилась, говорят в администрации. В наших условиях вот эти скважины, их, значит, вот забор осуществляется 27-30 метров, и они быстро заиливаются. Вообще эти скважины предназначены срок эксплуатации где-то 5-8 лет. Поэтому эти скважины тоже были построены давно, и работает у нас только вот последняя скважина более-менее эффективно. Если появится новая скважина, то вода в селе перестанет быть дефицитной. Но денег в местном бюджете не хватает. Администрация пытается решить проблему и собирает средства с населения. Людям присылают вот такие расчетки с графой на пожертвования. Глобальная задача войти в программу «Чистая вода». Власти уже начали оформлять документы. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня стало известно, что Чувашия вошла в число 25 субъектов, которым будет оказана госпомощь на реализацию программы «Чистая вода». В этом году размер субсидии составит 207 миллионов рублей. В прошлом году был выделен 271 миллион. Средства были направлены на строительство группового водопровода Батыревского, Шумуршинского и южной части Комсомольского районов. Продолжение следует...